Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик спиннингов Nord Stream и сегодня чуть-чуть о Слендере на воде. То есть до этого был обзор ареатора, сейчас Слендер. В общем-то условия практически не поменялись. Выдаем во льду половина, рыба практически не клюет. И самое страшное, что я не сильно представляю, что вам показывать на воде. Потому что передать ощущение от легкости заброса камера не может. Мерить сантиметром, куда улетела там двухграммовая блесна, ну как-то тоже, мне кажется, не очень. Поэтому просто буду ловить несколькими моделями, буду говорить нюансы, вот которые для чего и как и что сделано. Ну и соответственно, наверное, это все, что я могу сделать, именно показывая и рассказывая про эту серию на воде. Значит, коротко, я не знаю, смотрели вы или не смотрели предыдущий ролик, где про Слендер я рассказывал в офисе. Поэтому сейчас коротко. Ультрас, это начальная серия для начинающих, которые учатся ловить ультралайта. В первую очередь это форель, а во вторую очередь это все остальное. Серия включает в себя шесть моделей трех классов. Экстра ультралайт XUL, ультралайт, ультралайт лайт, скажем так. Значит, тесты следующие. Экстра ультралайт это 0,3,3 либо 0,4,4. Ультралайт до пяти и до шести грамм, то есть 0,8,5, 0,8,6. И соответственно, ультралайт лайт это до семи грамм модели. Значит, в чем нюансы? Экстра ультралайт и в первую очередь это резина, то есть все вот это разнообразие разных вариантов резины, которые идут в основном летом, то есть с минимальными головками и небольшими по размерам. 0,5,5 это вообще самые-самые универсалы. Ну и соответственно 0,8,7 это под условие, когда а крупная рыба, б объемные или тяжелые приманки, которые нам надо просто тупо доставить там подальше, закинуть. Вот. Собственно говоря, если коротко, просто по общим сериям это все. А дальше давайте посмотрим, что на воде, как чего работает, как чего кидает. Ну, в общем, попробую сделать что-нибудь. Ну, вот так отработывает цилендер, который уже запутался. 672 UL, до 6 грамм. То есть не все равно, что палка, в принципе, не ничто. Вот. Все. Вполне великолепно. Ушла. Кстати, на резину. То есть это не просто колебалочная там такая палка, которая сделана на плотипу. Забросим мотая. Нет, ей вполне можно нормально делать резиновую анимацию, что вот только что было хорошо видно. Вот. Вот чем мне нравится и слендер 2 UL. Это который до 5 покороче и до 6 подлиннее. Вот. Свою универсальность. На более длинные я вот только что на резину поймал рыбу. Сейчас более короткой работаю колебалкой и в принципе могу спокойно поменять приманки. То есть на более короткой поставить резинку, на более длинной колебалкой и все будет то же самое. Я четко позиционирую вот этот тест как наиболее универсальный для форилятников. Если вам нужна одна палка, вот начинающим, а вот еще одна. Ах, сошла. Вот. Поэтому именно я позиционирую вот этот класс до 5 или 6 грамм более длинный. Именно как наиболее универсального, именно как наиболее подходящего практически подо все основные приманки. Ну, собственно, вот абсолютно реальная боевая ситуация, которая бывает по холодной воде. Блесна колебалка, без своей активной очень игры и довольно большого веса. Зачем? Чтобы провести над самым дном на глубине примерно 3-1,5 метра. И чтобы она не поднималась с верхней слои, потому что вся форель ушла вниз. И вот именно для таких случаев, для очень холодной воды, нужны слензеры вторые с мощностью ее LL. То есть до 7 грамм. Вот сейчас у меня 5. Если будет неуспешно, я поставлю 7. И не зря на то, что до блесна будет крупнее, у меня были прецеденты, когда я ловил вообще на 14-граммовые лососевые колебалки. Тот же самый форель. Иногда прям выручает, не скажу, что всегда. Вот под случай объемных приманок, тяжелых приманок, крупных приманок, сделаны спиннинги с мощностью до 7 грамм. Ну и плюс ко всему, естественно, если у вас форель размером, простите, 2+, ну тогда лучше тоже палку-то помощнее. Примерно вот такой вот мощности. Еще один важный момент. Как я уже говорил, слендеры прощают многие ошибки. Надо понимать, чем мощнее спиннинг, тем более грубые ошибки при вываживании, броски, какие-то даже удары частично. Он вытерпит намного лучше, чем более легкие варианты. Поэтому если вы начинающие, если вам именно нужна первая палка ознакомиться, скажем так, с ультралайтовой ловлей. В первую очередь в фореле, но слендер может и работать по другой рыбе, потому что у окуня, например, да, то лучше смотреть более тестовые варианты. Все-таки как бы совсем ультралайт, он уже для тех, кто немножко что-то понимает. При этом давайте понимать так, что вот эти вот мощные слендеры, которые до 7 грамм, которые я позиционирую, создаются, наверное, ощущение ложное, что это прям, ой, жесткость, мощность и прочее, прочее. Нет, это в плане, скажем так, ультралайта довольно мощные палки. Но, в принципе, где-то от 0,8, от 1, от 1, от 2, в зависимости от типа приманки, они вполне все нормально работают. То есть не думайте, что это именно прям что-то дубовое и неподходящее для ловли форели или другой там, условно говоря, белой рыбы. Слендер второй XUL. Что это и для чего это? Скажем так, две длины. Это 602 и 662, то есть до 3 и до 4 грамм. В первую очередь, конечно же, это резина. И самые мелкие приманки. То есть самое важное, что? Самое важное, как он может сделать проводку, имеет тупулярную вершину. Именно резина. Давайте смотреть. Заброс. Сейчас он тонет. И я прям покажу, как работает сама вершинка. Вот на этом вот растрясе, который позволяет нам делать правильные, легенькие, тоненькие рывочки, анимируя какую-нибудь резинку без своей особо сильной игры. Обе модели достаточно изящные. Но в отличие от вариатора, они просят более грубые ошибки начинающим. Да, понятно, что здесь нет такой легкости и чувствительности вариатора. Надо уж выбирать, ребята. Либо мы хотим модель для начинающих, которая позволяет ловить с одной стороны, с другой стороны прощает ошибки. Либо мы уже хотим более высокую по ряду показателей модель, но которую сломать, наверное, будет легче начинающим. Я, по крайней мере, на тестированиях не сломал ни одну, и на каждую из них рыбу я поймал ни одну, ни две. Главное, что? Главное не пинать, не стучать и не заводить на отрицательный угол. Тогда все будет вообще хорошо. Ну, собственно говоря, вот про Слендер, наверное, все. Все, что мог, сказал. Специально старались с ней делать очень затянутое видео. Да и много говорить тут нечего. Это не джиг, когда мы показываем рабочую вершинку, и не твич, когда мы показываем, как бланк отрабатывает. Тут, в общем, это бесполезно показывать. Но общее впечатление, я думаю, вы составили. То есть уже понятно, что это, зачем это и для чего. Все, всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok